Прибор, с помощью которого измеряется давление жидкости или газа, называется манометром. Манометр, который вы видите перед собой, предназначен для измерения небольших разностей давлений. Его рабочая часть – это стеклянная трубка, изогнутая в форме латинской буквы «У». Поэтому такой манометр называют «У-образным». В трубку заливается жидкость, так, чтобы ее уровень в обоих коленах находился на отметке 0. Присоединим к обоим коленам две резиновых груши и нажмем на правую грушу. Давление воздуха в ней повысилось и выдавило жидкость из правого колена в левое. Нажмем на левую грушу. Теперь давление больше в левом колене. Сейчас уровень жидкости в правом колене поднялся на отметку плюс 10 см. А уровень жидкости в левом колене опустился до отметки минус 10 см. И разность уровней составляет 20 см. Давайте посчитаем разность давлений справа и слева. Пока давление P1 и P2 в грушах были равны, вода в обоих коленах у образной трубки находилась на одном уровне. Пусть теперь давление P1 стало больше давления P2. Этот избыток давления выгоняет часть воды из левого колена в правое. Так что образуется некоторая разность уровней H. Теперь давление P1 уравновешивается давлением P2 и добавочным гидростатическим давлением, которое создается столбом воды между верхним и нижним уровнями. Поэтому разность давлений P1 и P2 равна гидростатическому давлению, которое создает разностный водяной столб. Мы помним, что столб воды в 10 метров создает давление в одну атмосферу. Тогда столб воды в 20 см, который мы наблюдали в нашем опыте, создает давление в 0,02 атмосферы. Уберем одну из груш, а вторую оставим. Теперь на поверхность жидкости в левом колене действует атмосферное давление. И разность уровней будет показывать, насколько давление внутри груши больше или меньше атмосферного. Уровень слева поднялся на 15 см, справа опустился на 15 см, так что разность уровней равна 30 см. Поэтому давление воздуха внутри груши превышает атмосферное на 30 см водяного столба. 10 см водяного столба создают давление в одну атмосферу, 10 см давление в 0,01 атмосферы. Тогда 30 см водяного столба соответствует давлению в 0,03 атмосферы. Сделаем еще один опыт. Мы взяли пластиковую бутылку, прикрутили крышку со вставленным в нее шлангом, другой конец шланга вставили в пластиковую банку. Горловину банки затянули резиновой пленкой от воздушного шарика, оставив небольшое отверстие для прохода воздуха. Заполним банку водой. Снимем прищепку и опустим банку пониже. Получился фонтанчик. Уровень воды в бутылке выше, чем в банке. Эта разность уровней создает разность давлений на концах шланга, поэтому вода и течет по шлангу. Банка заполнилась водой. Теперь до конца затянем ее пленкой. Когда мы держим банку на уровне воды в бутылке, пленка остается ровной. Теперь опустим банку вниз. Резина раздувается, потому что давление воды внутри банки увеличилось. Ведь теперь мы опустились на целый метр ниже уровня воды в бутылке. Поднимемся вверх. Теперь уровень воды в банке выше, чем в бутылке. И давление в банке стало меньше атмосферного. Поэтому резина прогибается внутри банки. Прогиб резиновой пленки показывает, насколько давление воды в банке больше или меньше атмосферного. Если взять мембрану пожестче и приделать к ней чувствительную стрелку, то получится прибор для измерения давления. Манометр с мембраной. Вы видите перед собой такой манометр с мембраной. Он предназначен для измерения давления крови. Накачиваем воздух в манжету с помощью груши. И стрелка манометра пошла по шкале вверх. Стравливаем воздух. И стрелка возвращается в начальное положение. Давайте посмотрим, как этот манометр устроен внутри. Воздух из манжеты попадает через трубку в жестяную коробочку, которая находится в нижней части корпуса. Этот воздух давит на стенки коробочки изнутри, а атмосферное давление снаружи. Когда давление внутри коробочки становится больше атмосферного, ее крышка выгибается. По закону Гука, этот изгиб тем больше, чем больше разность давлений. Движение крышки через тягу передается шестеренке, которая и поворачивает стрелку.